Очень приятно всех приветствовать в этот момент. Начинается трехдневная конференция. Она посвящена, как вы знаете, 150-летнему юбилею Московской консерватории. И, наверное, очень не случайно эти два имени поставлены рядом. Имя учителя и ученика. Собственно говоря, первый раз это сделал, наверное, действительно, это был первый раз, Андрей Васильевич Пулначарский, у которого была статья, которая так называлась Танеев из Кряви. Наверное, сопоставление двух этих имен сегодня имеет какую-то особую значимость. Но доска, мраморная, на которой высечены золотыми буквами великие воспитанники Московской консерватории, первой своей записью как раз зафиксировала явление миру Танеева. То есть Танеев это первый, кто вот на этой доске отмечен. А уже в записи 92-го года Скрябин, рядом со Скрябином Рахманинов. Вот такой был выпуск Московской консерватории. И, наверное, вот соотнесение событий, сегодняшних и тогдашних, и позволяет нам где-то себя вразумить даже в некоторых отношениях, потому что вот такой масштаб личности, который был в то время, он, конечно, очень востребован сейчас. И по-разному востребован. Танеев, которого называли музыкальной совестью Москвы, наверное, сегодня бы очень пригодился союзу композиторов, который находится в полном коллапсе, и вообще, так сказать, в этом отношении. Именно вот такой личности, конечно, не хватает. А Скрябин, по моему глубокому убеждению, родился на 100 лет раньше, чем следовал. Потому что вот сегодня, вот такой гений, конечно, получив в свое распоряжение всю электронику, все то, что вообще могло быть действительно инструмент в реализации мистерии, ну, наверное, бы создал нечто, что повернуло бы вот весь этот самый процесс культурно-исторический и позволило бы нам, но без тоже некоторого вздоха, вспоминать начало 20-го века, сравнивая с началом века 21-го. Наверное, даже скандал этого времени, в соответствии с сравнением с сегодняшними, ну, позволили бы нам сопоставить, скажем, Нежинского и премьеру Весны Священной Парижского скандального, и всякие безобразия Большого театра, которые тоже были за скандалом, но какого уровня, и у какого плинтуса, так сказать, расположены, были говорили на густой. Вот это все, на самом деле, некоторая такая историческая дистанция, которая очень важна как самоосознание в этом процессе, и мне очень приятно, что как раз в списке докладов очень многое извлекается из архивов, очень многое сопоставляется сегодняшними нашими представлениями, ну, и тем самым раздается не просто должное, но и открывается какая-то возможность движения вперед, потому что Танеевская традиция, Московская консерватория, это святая традиция, не случайно библиотека научная носит имя Сергея Ивановича Танеева, не случайно девятый класс, в котором проходят все спецкурсы, читаются все спецкурсы, где проходит заседание кафедры теории музыки, это тоже Танеевский класс, вот, поэтому вот сегодня я очень рад, что такая серьезная работа предварительная уже завершена, и у нас впереди вот радость общения, и, конечно, перспектива издания сборника. У нас уже давно выдерживается вот это обязательство перед участниками конференции, использовать их материалы для того, чтобы они получили такую важную публикацию. В этот раз тоже это будет, наверное, что сделано. Поэтому спасибо Елене Агнобину, спасибо всем, кто работал вместе, готовил конференцию, но участникам моя благодарность за то, что вы сегодня с нами. Поздравляю. Спасибо.